МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальный костюм действительно несет в себе дух своего народа. И неважно, горный это народ или жители северных широт. Если говорить о Кавказе, то здесь национальные костюмы похожи. Например, мужская черкесска. Ее носит весь Кавказ. Как рассказал нам представитель Республики Адыгей Руслан, у него тоже есть национальный костюм. Надевает он его только на праздники. Вот эти козыри, это раньше был патронтаж. Здесь были патроны. В крайних здесь была еда и нитка с иголками. И на поясе здесь кинжал для самозащиты черкеса. Но мужчина всегда носил головной убор. Он никогда не выходил без головного убора на улицу. А в Башкирии девушка не могла выйти на улицу без главного национального атрибута. И когда идет башкирская красавица, сперва слышен звон монет, а потом уже появляется девушка. Весь секрет в нагруднике. Он для девушки настоящий личный банк. Все свои серебряные и золотые монеты она носила, пришив к нему. Так надежнее, пояснила нам Зульфия. Один нагрудник стоил в те времена тысячи рублей. Можно было купить за 30, например, рублей коня, а это было тысяча рублей. Трактор покупали. Я говорю, что он как банк был у женщины. Он ей защищал от сглаза и обезденеджив. А вот это у меня на голове, это кошмал называется. Это как бы невесты носили. Вот здесь отверстие есть. Тоже ручной работы. Ну, там символы разные, солнце там. Ну, этот кошмал позвоночник защищал у женщины. Мужской костюм башкирии поскромнее. Из ценного здесь только мех на головном уборе и народный инструмент курай, на котором башкирские мужчины очень хорошо играют. Реброплотник уральский. Умеете на него играть? Да. Да, умею. Можете сыграть что-нибудь? Нет. Нет. Многовековые традиции и смысл заложили в свой национальный костюм и чуваши. В женских головных уборах каждый национальный орнамент тулзур обозначает действие девушки, которая его вышивала. Вот я теперь держу тухья. Если обратить внимание, верхушка, она заострена. Этот наряд, головной убор, могла носить только девушка, не замужняя. А если бы не было верхушки, а это уже было бы немножко другое название – хушпу. Мы его называли бы, и эту хушпу носила бы исключительно замужняя женщина. Более того, на тухье, вы обратите внимание, есть монетки. И эти монетки исключительно должны были быть серебряными. И вот чем больше достатка в семье у девушки, значит, у нее тем больше было монеток. У калмыцкого национального костюма главное отличие также скрыто в головном уборе. Кроме этого, незамужняя калмыцкая девушка по традиции должна была заплетать одну косу, а замужняя – две. Мужской костюм у нас шапка с улан-золота называется. Это красная кисточка, это наша отличительная черта калмыцкая. Ну, у девушек тоже махла. Махла – это шапка наша, мы без шапки не выходим. Мне достался от бабушки костюм. Она носила этот костюм всегда по праздникам. Она играла на национальном инструменте на нашей дамбре. Поэтому, когда она играла, она всегда надевала этот костюм, и он мне достался по наследству. Якутские костюмы тоже поражают изобилием серебряных изделий. Но еще больше завораживают посетителей главные атрибуты костюма северных людей. Это бубен из оленей кожи и хамус. Татьяна Куприянова из Якутска играет на эвенском бубне с детства. И сегодня на выставке в Москве она исполнила якутскую песню про солнце, с которой выступала на 12-м Всероссийском фестивале молодежи и студентов в далеком 85-м году. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кроме интересного знакомства со своими национальными костюмами, представители разных регионов передали зрителям порталу Москва-Баку новогодние пожелания на своих национальных языках. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА